Всем привет! Рада вас приветствовать на нашем канале. В сегодняшнем видео мы с вами вновь поговорим о защите виноградника от ос. Дело в том, что год году рознь, и в этом году мы столкнулись с тем, мало других фруктов, и осы просто атакуют виноградники. Я уже рассказывала о ловушках, о приманках. Как видите, стоят банки, и с тем, и с тем периодически там все обновляется. Докладывается, но тем не менее, все равно осы очень сильно нападают на наши виноградники. При том, что интересно, например, некоторые сорта, которые они ели активно 2 года назад, в этом году поедаются не так. А какие-то другие сорта, которые абсолютно еще не готовы, к примеру, потом покажу, ядвигога и люнаса, еще и зреть-изреть, еще и сахара там немного, но тем не менее, она очень сильно подвергается нападению ос. И теперь я вам расскажу, что же еще можно сделать. Ну, конечно, есть такая вещь, как механическая защита. Кстати, в прошлом видео я говорила уже про мешочки. Мешочки могут быть различные. Я расскажу, какие делала я, но, конечно, расскажу нюансы. Итак, мои мешочки. Это мешочки из спонбонда. Вот такие вот они. Шила я их сама, шить их можно абсолютно различных размеров. Кстати, спонбонд у меня плотноватый. Дело в том, что мы использовали тот спонбонд, который покупали весной. На то, чтобы немножко защитить от заморозков. И там он был порезан на такие вот ленты. Сейчас, как нашли, не спас от заморозков, зато вот спасет от ос. Сейчас, значит, когда я немножко касалась темы мешочков в прошлом видео, я говорила, что, конечно, нужно следить за тем, чтобы ягоды там не загнивались. Ну, потому что мы понимаем, что и так при влажной погоде может быть всякое. Поэтому периодически это надо проверять. Вот сейчас мы с вами вместе посмотрим. Завязочки я не пришиваю. Я просто беру и какими-то там тряпочками, тесемочками, обрезками того же спонбонда просто этот мешочек завязываю. Мешочки я шью разных размеров. Для разных гроздей, конечно, скажу сразу. Это работа. Потому что, представьте, у хорошего куста там может быть порядка 40 гроздей. Вы понимаете, да? То есть на куст 40 мешочков у меня всего 60 кустов. Но не все, конечно, поражаются осами. Вот, смотрите, вот неделю назад мы их завернули. И здесь все хорошо. Кстати, ну вот сказала, что спонбонд у меня довольно плотный. Есть более тонкий. Соответственно, он даже больше будет просвечиваться. И не обязательно будет все раскрывать. Можно будет и так видеть, что происходит. Ну, к тому же, то есть на кусте 1-2 грозди раскрыли. Посмотрели, все нормально и все нормально. Ну, да, повторюсь, что это работа. Это большая работа укрыть каждую гроздь. Тем более, что есть сорта, где грозди. Даже вот здесь вот было укрыто 2 грозди. Где грозди, такие они прямо закручиваются за проволоку. Их укрыть, конечно, сложно. Но что поделать? Если урожай хочется спасти, используем все методы. И, конечно, мы на нашем участке вот так вот закрыли не все. А закрыли только сорта особо поедаемые. Но при этом все эти ловушки, кормушки, все это остается. Ну что, осы голодные. Осы голодные. Они едят и голубику. И едят все подряд. И некоторые ягоды вообще выедают до шкурки. Что касается размеров самих мешочков, да, конечно, их можно купить. Я не знаю, где они продаются в Беларуси. Честно, не искала, не смотрела. Посмотрела, что есть в Китае. Они идут размером 20 на 30. Ну, 20 на 30. То есть, в принципе, мои, ну, они приблизительно, наверное, вот этот вот, такого размера и будет. То есть, всегда лучше, чтобы было с запасом. Как раз-таки для того, чтобы гроздь там дышала. Чтобы ей было хорошо, просторно. И она не загнивалась. Да, при этом, перед тем, как завязать, вот это все я удалила все гнилые ягоды. Все, если вдруг какие-то были трещинки, если было поедено осами. То есть, я это все-все-все убрала и уже укрывала абсолютно чистую гроздь. Ну, вот, касательно размеров. То есть, в Китае можно все это купить. Ну, 20 на 30 для таких небольших гроздей, вот, винных сортов будет хорошо. Если придется укрывать что-то столовое, крупное. Ну, например, гроздь той же Аркадии, которую я показывала в прошлом видео. То, конечно, такую гроздь вы никак не укроете таким мешочком. Ну, впрочем, для тех, кто не хочет чего-то шить, у кого нет времени, можно и таким способом решить. Да, кроме того, в этом году мы еще столкнулись с тем, что наш виноград клюют и птицы. Это первый год, когда мы с этим столкнулись. И, конечно, вот эта вот штука, она решает. И это птицы, они не видят что там, не знают. И, в общем-то, не трогают наш виноградник. Ну, и третья, конечно, вещь. Это любопытные глаза соседей. От них вы тоже таким образом можете скрыть самое хорошее, самое интересное. Ну, помним, что с одной стороны это работа, с другой стороны надо все-таки проверять, чтобы там ягодки находились в хорошем состоянии. То есть периодически все это открывать и просматривать. Ну, вот такой наш опыт. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение, может быть, свой какой-то опыт. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И до новых встреч. Пока.